Здравствуйте! 7 апреля, согласно указу Всемирной организации здравоохранения, отмечается День здоровья. Вообще, особое внимание ВОЗ уделяет 7 дням и 1 неделе, которые признаны официальными глобальными компаниями общественного здравоохранения. Это Всемирный день борьбы с туберкулезом, Всемирная неделя иммунизации, Всемирный день без табака и т.д. Вот в воскресенье отмечается Всемирный день здоровья и посвящен он борьбе с гипертонией. Почему именно этой проблеме? Потому что количество людей с повышенным кровяным давлением в мире неуклонно растет. Как нормализовать давление? Как избежать инсультов и инфарктов, которым и приводит гипертония? Об этом расскажет наша сегодняшняя гостья, кардиолог Ирина Васильевна Савенкова. Если и у вас есть вопросы к доктору, звоните, мы работаем в прямом эфире. Ирина Васильевна, давайте начнем с определения. Гипертоническая болезнь, что это такое? Гипертоническая болезнь – это стойкое повышение артериального давления выше 140 на 90 мм рт. ст. Стойкое – это оно постоянно держится такое, да? Постоянное давление, хотя оно может быть и выше, и в каких-то определенных ситуациях снижаться, но оно длительное по времени и требующее вмешательства со стороны медицинских работников. Вот вы сказали выше 140, а что 140 – это еще предел нормы? В общем, по классификации ВОЗ оптимальным давлением является давление 120 на 80. Все, что выше 140 на 90 – это уже артериальная гипертензия. Не всегда это гипертоническая болезнь, но это артериальная гипертензия. Гипертензия, то есть повышенная немножечко. Значит, повышение артериального давления. А скажите, ну вот бывают же люди, у которых вот постоянно, допустим, 140, они чувствуют себя нормально. Считаются ли они уже больными людьми или людьми из группы риска? Есть люди, которых, в общем-то, давление 140 на 90 никак не беспокоит. Но это не значит, что не нужно прийти и обследоваться, и уточниться. Потому что не всегда человек измеряет давление в любой ситуации. Возможно, в какой-то период, чаще ночью, с 4 до 5 утра, у человека может быть повышение артериального давления намного выше тех цифр, которые он видит при измерении давления утром. А скажите, а есть ли у человека пониженное давление? Говорит ли это о том, что у него никогда не будет гипертонии? В общем-то, каких-то чётких данных сказать о том, что не будет повышения давления, нет возможности. Почему? Потому что чаще всего с возрастом, после 40 лет, артериальное давление практически у всех начинает повышаться. Даже у тех, у кого оно было пониженным. Особенно у женщин в климактерическом периоде, когда начинаются гормональные нарушения. У мужчин, которые часто и густо злоупотребляют алкоголем или курением. С возрастом мы наблюдаем, что артериальное давление повышается. Скажите, не будет ли так, что люди с пониженным кровяным давлением, и вдруг у них резкий скачок давления? Я имею в виду, что если у человека есть склонность к повышенному давлению, может скачок происходить и до 200 мм. Если развивается гипертонический кризис в какой-то ситуации, это, к сожалению, может быть у любого. И у гипотоника тоже. И у гипотоника мы тоже наблюдаем резкие скачки давления. Стрессовая ситуация, какая-то экстремальная тяжелая физическая нагрузка. Злоупотребление, например, накануне солью, солеными продуктами может вызывать... Соль тоже повышает давление? Конечно. Но мы еще вернемся к этому вопросу. А скажите, некоторые люди с давлением 160, они привыкли, они ходят с этим давлением, ничего не делают и чувствуют себя нормально. Как им поступать? Лечить все-таки это давление, если они чувствуют себя нормально при 160? Или обращаться к докторам? Даже если человек чувствует себя нормально, нет у него проявлений гипертонической болезни, таких, допустим, как головная боль, боли в сердце или головокружение. Все равно это требует обращения к врачу по той простой причине, что осложнения, такие как инфаркт, инсульт, кровоизлияние, сечет глаза, могут быть у таких больных наравне с теми, которые имеют какие-то проявления и обращаются к врачам. Поэтому контролировать давление необходимо каждому. И тонометр должен был быть в доме, в любой семье. А скажите, всегда ли гипертония дает о себе знать? Ну вот вы говорили, головная боль, вот так вот может быть там попроснение. Нет, есть такие больные, есть такие люди, которые не ощущают повышения артериального давления даже свыше 180 на 100. Это мы наблюдаем часто, особенно при прохождении профосмотров у шахтеров, у металлургов, когда человеку измеряется артериальное давление в доврочепном кабинете, и для него это является открытием. Он ничего не чувствует, он чувствует себя здоровым человеком. Но это опять же говорит о том, что осложнения у него могут возникнуть, любой момент, о которых он даже не подозревает. А всегда ли бывают осложнения гипертонической болезни? Или в некоторых случаях бывают, а в некоторых и так все пройдет? Ну, сказать о том, что пройдет, я не могу, потому что в Украине ежегодно регистрируется более 50 тысяч инфарктов и более 100 тысяч инсультов. И, в общем-то, зарегистрировано в нашем городе гипертонической болезни, артериальной гипертензии больше 36% населения, которое обращается за медицинской помощью в лечебные учреждения. Ну, значит, стоит опасаться. Я считаю, что стоит, да. А скажите, давление с возрастом, оно повышается или остается в пределах нормы? С возрастом артериальное давление повышается по той простой причине, что, в общем-то, наблюдается старение сосудов, уплотняются стенки сосудов, сужается просвет их. И поэтому для того, чтобы нормально перекачивать кровь, сердце начинает работать с большей нагрузкой. И повышается у стариков чаще всего, допустим, систолическое, это верхнее артериальное давление, при том, что нижнее диастолическое может оставаться на невысоком уровне. Но снижать артериальное давление мы будем даже в том случае, если нижнее артериальное давление нормальное. Нам самое главное верхнее снизить? Нам главное снизить систолическое верхнее давление. Именно верхнее давление, наверное, даёт вот эти осложнения в виде инсультов, инфарктов? Ну, это не всегда. При разных заболеваниях вторичных, допустим, почек, возможно, повышение и нижнего артериального давления, и стойкое его повышение. Но снижать мы должны, в общем-то, и верхнее, и нижнее, для того, чтобы избежать осложнений. Инна Васильевна, мы говорили о людях пожилого возраста. А молодёжь наша страдает повышенным давлением или у них всё нормально? Ну, в общем-то, я считаю, что количество лиц с повышенным артериальным давлением в молодом возрасте в настоящее время тоже возрастает. По той простой причине, что изменился и ритм жизни, и молодёжь у нас, к сожалению, часто и густо злоупотребляет курением, злоупотребляет энергетическими напитками, алкогольными напитками, особенно пивом. И мы видим всё чаще и чаще молодых людей в возрасте 20 лет и более уже со стойкими повышениями артериального давления. А что, пиво может привести к повышению давления? Естественно, потому что количество выпиваемой жидкости, особенно пива, всегда большое. Плюс нарушение такое, как употребление, например, солёной рыбы, или чипсов, или каких-то солёных орешков, которые часто употребляются вместе с пивом, это всё ведёт к повышению артериального давления. Я почему спросила именно за пиво, потому что Вы сказали, большое количество жидкости. А воду можно пить в больших количествах же? Можно? Ну, чистую воду, в общем-то... Она не приведёт к повышению давления? Рекомендуется, в общем-то, пить в пределах, допустим, 2 литров в сутки здоровому человеку. Человеку, который страдает гипертонической болезнью, гипертензией, количество выпиваемой жидкости тоже ограничивается. Это где-то в пределах 1 литр, 1 литр 200. Да, большое количество жидкости. Мы сразу рекомендуем снижать употребление жидкости. Алкоголь повышает тоже? Вот некоторые... Больше повысилось кровяное давление, значит, надо вот успокоиться, для успокоения надо принять немного алкоголя, всё будет нормально. Как вот Вы, как доктор, смотрите на это? Ну, в общем-то, количество выпиваемого алкоголя, которое не ведёт к резкому повышению давления, это где-то 20-29 миллилитров в перерасчёте на крепкие напитки. Это водки, допустим, коньяка и 200 грамм красного сухого вина. Это, в общем-то... Это допустимые нормы. Допустимые нормы и не ежедневные. Но, к сожалению, если человек злоупотребляет алкоголем, то после кратковременного снижения артериального давления, которому ведёт употребление алкоголя, через 2-3 часа мы наблюдаем его повышение, особенно при злоупотреблении, при больших дозах алкоголя. Но в малых можно, а в больших уже... В общем-то это сложно кому-то, как говорится, говорить его норму. Но чем меньше, тем лучше. Замечательно. А скажите, а как бороться со стрессом? Ведь стресс тоже даёт скачки давления. Что вот делать в этом случае? Сразу успокоительные лекарства какие-то принимать? Или какие-то, может быть, есть методики? Можно походить там, допустим, глубоко подышать. Что бы вы порекомендовали? Ну, в стрессовой ситуации, я думаю, разные могут быть ситуации. Если это действительно какой-то стресс, который не позволяет успокоиться самому, то, наверное, и нужно принимать какие-то успокаивающие капельки, какие-то таблетки. И начинать лучше с растительного происхождения таблеток или капель. А если это стресс кратковременный, который, в общем-то, можно, которого можно будет избежать, и последствия его может избежать. Я думаю, да, нужно расслабиться, может быть, подышать, можно посмотреть в окно, посмотреть какую-то передачу, которая позволит тебе успокоиться, и не бежать сразу за таблетками. И меньше переживать о том, что показывают на экране, потому что на экране часто вводят нас стресс, показываемые фильмы и новости. Но мы сегодня говорим о гипертонии, о повышенном кровяном давлении, об артериальной гипертензии. Скажите, пожалуйста, если не лечить гипертонию, это обязательно будет инсульт, обязательно будет инфаркт. К чему это может привести, если не обращать внимания и надеяться только на свое здоровье или на овозь? Я не рекомендую никому надеяться только на здоровье. Почему? Потому что, к сожалению, гипертоническую болезнь, гипертензию называют тихим убийцей. И развиваются инфаркты, инсульты, заболевания почек. Появляются такие проявления, как заболевания сосудов нижних конечностей. И человек теряет трудоспособность, человек теряется для общества и для семьи. Поэтому обязательно нужно лечить гипертоническую болезнь. И обязательно нужно обращаться к докторам. Особенно сейчас, когда в Украине идет пилотный проект по регулированию цен на гипертензивные препараты для больных гипертонической болезнью. И это позволяет каждому, у кого есть артериальное давление, обратиться к доктору. И доктор выписывает ему лекарственные препараты, которые он получает в аптеках по сниженной цене. Это уже возможность более конкретно, долго, регулярно и постоянно принимать лекарственные препараты, чтобы избежать осложнений. Ирина Васильевна, Вы сказали постоянно. Нужно ли пить эти таблеточки постоянно? Ну, человек нормализовал себе давление, он себя хорошо чувствует, ну и положил их отдельно и забыл о них. Или нужно, если уж начал пить, то нужно пить-пить постоянно? Как нужно делать? К сожалению, лечение гипертонической болезни, гипертензии, это постоянное. Нельзя вылечить гипертоническую болезнь. Мы должны регулярно и постоянно принимать медикаменты, для того, чтобы поддерживать нормальный уровень артериального давления. Это лечение на всю оставшуюся жизнь. Даже если у человека нормализовалось давление, он всё равно должен принимать эти препараты? Даже если у него нормализовалось артериальное давление, он должен принимать артериальные препараты, советоваться со своим лечащим врачом в отношении снижения, может быть, дозы препарата. Но совсем отменять лекарства нельзя. Нельзя, да. А скажите, вот Вы сказали о внедрении этого пилотного проекта. То есть, как это происходит на самом деле? Вот есть, наверное, какая-то база больных людей с повышенным давлением. Они должны прийти, наверное, в определенные бланки, они должны, наверное, пойти в определенную аптеку. Или как? Расскажите, как это происходит на практике? На практике, в общем-то, есть группа больных, диспансерных, которые находятся на диспансерном учёте и под наблюдением у своих врачей, семейной практики, у участковых врачей, у цеховых, у врачей-кардиологов, невропатологов. Сейчас создаётся база, реестр этих больных с повышенным артериальным давлением. Каких-то сложностей для больного нет. Он посещает своего доктора, доктор выписывает рецепты на определенных бланках, на которых ставится печать лечащего врача, лечебного учреждения и красная печать, на которой написано, что рецепт этот даёт право на снижение цены. С этим бланком рецепторным больной обращается в аптеку. Это определенные аптеки или любая аптека? Нет, это не любая аптека, но каждое лечебное учреждение говорит, в какую аптеку лучше обратиться для того, чтобы получить медикаменты по этой сниженной цене. Потом практически в течение 10-15 минут этот вопрос решается. Больной не будет ходить час искать аптеку. Это всё очень приближенно и удобно для больного. И как часто он может брать такие препараты? Вот он раз взял, на следующий раз вот этот вот рецепт годен? Или он должен опять прийти к доктору, опять все эти печати понаставить и потом идти в аптеку? Ну, в общем-то, бланк этот даёт право доктору выписывать медикаменты сроком от одного месяца. Или если на бланке уже уточнил доктор, что лекарственное средство помогает больному, что у него нет на него никаких побочных реакций. И в следующий раз больному может уже быть выписан рецепт на 3 месяца с тем, что ставится только запись врача, что больной хронический. Вот это слово хроничной хворой может позволить больному получать медикаменты на 3 месяца. Вы сказали, на месяц даётся один рецепт. Это что, чтобы попробовать, подходят или не подходят препараты человеку? Почему вначале даётся на 1 месяц, а потом уже на 3? Ну, для того, чтобы, в общем-то, скорректировать и дозу препарата. И действительно, каждому больному мы подбираем какой-то определённый препарат. Нельзя всем до единого по шаблону выписать один какой-то препарат. В общем-то, для каждого больного индивидуальный подход. Вот именно поэтому и выписывается сроком на месяц, чтобы в следующий раз можно было и скорректировать, и если надо, поменять препарат, чтобы этот же препарат не оставался у больного и не лежал мёртвым грузом. А в течение, ну, раз человек лечится постоянно, лечит своё давление, нет ли привычки к какому-то одному препарату? Как часто Вы меняете их? Во истечении этих трёх месяцев, или всё-таки происходит же привыкание организма? В общем-то, приём медикаментов может быть длительным, и 2, и 3 года. Если он даёт эффект, если у больного нет частых гипертонических кризов, нет каких-то побочных проявлений, этот препарат можно не менять годами. Препараты меняются только в том случае, если появились какие-то осложнения, или если препарат не помогает, не корректирует, не контролирует артериальное давление. Какие бывают осложнения? Вот Вы сказали, после приёма препарата может быть осложнение. Какие-то могут быть осложнения, если препараты не подходят? Ну, если говорить по группам препаратов, ну, есть такие препараты, которые есть в этом пилотном проекте, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, это инолаприл, лизинаприл, которые, в общем-то, используются многими больными. Ну, у них чаще всего побочное действие, что могут вызывать, допустим, сухой кашель. Но это, он снижает давление, он помогает больному. Но если появляется этот кашель, то доктор будет менять на другой препарат, чтобы, в общем-то, у больного не было этих осложнений. Или там есть препараты, допустим, которые входят в список этого же пилотного проекта, бета-блокаторы, которые могут, допустим, урежать частоту пульса. Или могут, допустим, у кого-то вызывать похолодание нижних конечностей. Через определённый срок больной приходит к доктору, говорит, что у него там появились такие-то, такие-то проявления. И доктор тогда меняет. Ну, это всё должно происходить, в общем-то, в диалоге между доктором и больным и с учётом индивидуальных особенностей организма каждого человека. То есть это можно менять и корректировать лечение. Ирина Васильевна, внедрение этого пилотного проекта, то есть скидки на эти препараты, это уже постоянно будет? Так и будет? Или по истечении какого-то времени всё вернётся, как это было раньше? Об этом мы говорить не будем. Донецкую область внесли в этот пилотный проект. Пока он идёт, внедряется, привыкают доктора, привыкают больные. Если он прокажет свою неэффективность, то я думаю, что он останется навсегда. Всё хорошее должно оставаться с нами. А скажите, много людей обращается за такими рецептами? Или, может быть, некоторые ещё не знают, некоторые там не слышали? Как вот рассказать? Ну, с помощью нашей передачи это замечательно. А ещё вы как-то вот информируете своих больных, что нужно же прийти, нужно выписать, нужно взять определённые бланки? Каждый больной, который посещает поликлинику, врачей, семейной практики, как я сказала, там, кардиологов, невропатологов и так далее, всем им предлагается выписать эти рецепты по пилотному проекту. Точно так же, в общем-то, когда семейный доктор посещает больных на дому, он оставляет информацию, рассказывает, и Центр здоровья наш тоже, в общем-то, выпускает и брошюры, и памятки для больных с гипертонической болезнью и даёт рекомендации. Я думаю, всё больше и больше людей будут об этом знать. Ещё буквально один вопрос. Вернёмся к молодёжи, у которой тоже замечено повышено кровяное давление. У беременных женщин, во время беременности, тоже давление повышает. Здесь как их лечить? Она же всё-таки не может принимать препараты? Значит, в отношении беременных женщин там подход, в общем-то, такой чисто индивидуальный. Если артериальное давление, у неё повышается в сроке 20 недель и более, это уже, в общем-то, термин гипертензия беременных. И в зависимости от цифр, на которые повышается артериальное давление, назначаются медикаменты. Есть медикаменты, которые возможно принимать при гипертонической болезни, которые не будут давать осложнение ни у плода, вызывать осложнение, ни у самой беременной женщины. А есть такие препараты? Есть такие препараты, мы ими пользуемся. И, в общем-то, хороший эффект у нас вынашивают даже беременность те женщины, которые болели гипертонической болезнью до беременности. Единственное, что могу сказать, что каждая женщина, которая собирается, планирует иметь ребёнка, и страдающая гипертонической болезнью, должна посетить своего доктора. Потому что, если она принимает какие-то определённые лекарства в малых сроках, их и вообще при беременности многие препараты надо отменять. Чтобы не было каких-то проблем. То есть в любом случае, человек, у которого повышенное кровяное давление, должен идти к доктору. Не сидеть дома, не ждать, никаких приступов не должно у него быть. Он должен заботиться о своём здоровье. Высокое кровяное давление развивается у каждого третьего взрослого человека и ежегодно приводит к 9 миллионам случаев смерти в мире. Гипертония может приводить к инфаркту, почечной недостаточности, слепоте, разрыву кровеносных сосудов и поражению мозга. Многие люди даже не знают о том, что у них высокое кровяное давление, так как оно не всегда сопровождается симптомами. А вот как распознать гипертонию и как с ней бороться, нам сегодня рассказала наша гостья-кардиолог Ирина Васильевна Савенкова. Хотелось бы, чтобы об этом помнили всегда, боролись постоянно, а не только во Всемирный День Здоровья. Берегите себя и будьте здоровы!